Ангел хочет как бы научить Захарию тому, что Слово Бога, которое может, например, изводить из камня воду, Слово Бога, которому всё повинуется, оно способно изменить бесплодную Елизавету. Вот. И святой Иоанн Златолус, вот зачитая его комментарий, он говорит про Елизавету, что когда спешила к могиле, тогда приготовлялась где-то рождение. Удивительная тайна, то есть она уже фактически заканчивала жизненный путь. Когда старость иссушила тело, тогда Бог возродил утробу. Что она потеряла из-за времени, то вновь получила благодаря Создателю. Что потеряла юность, то старость получила назад. Когда она сделалась близкой к смерти, тогда стала именоваться матерью-детятей. Та, которая переступила уже за материнские времена, увидала материнскую заботу и носила на руке младенца. Та, которая по причине старости нуждалась в посохе для того, чтобы ходить. Старица осизала перворожденное дитя и бесплодно и неожиданно родила, чтобы поверили деве, рождающей сверхъестества. То и другое новое и необыкновенное, потому что и бесплодная, и дева неожиданной матери. Вот здесь вот почему вот так Бог устраивает то, что должна была родить бесплодная? Чтобы как бы уверить в тех, что, уверить людей в том, да, что как может родить неплодная, да, так же впоследствии и может родить и дева. Продолжение следует...